Я очень рада, что вы пришли в будний день, в 6 вечера приехать в Москве на мероприятие, чтобы посмотреть фильм о домашнем насилии. Это чрезвычайно круто, и нам очень приятно. Я городу скажу, что меня зовут Аня, я журналистка из Бурятии, из Улан-Удэ, где Байкал, очень-очень далеко. Я немножечко ловлюсь. В общем, этот фильм мы задумали с Дашей в августе прошлого года. То есть не в этом августе, а в августе прошлого года. Просто потому, что нам показалось, что вроде бы как будто в обществе есть дискуссия про домашнее насилие, однако мы совершенно ничего не знаем про шелтеры и очень мало про помогающие организации, ну и в частности про кризисные центры и убежища. Про это в медиа и в прессе очень мало пишут, ну и по крайней мере нам так даже казалось. Нам очень хотелось узнать, как там живут женщины, которые спасаются от насилия. Как можно туда попасть, какую помощь можно получить. Нам хотелось сделать голоса этих женщин слышанными, сделать руководителями из этих шелтеров видимыми, показать их работу, рассказать, кто эти женщины. В общем, мы очень долго продюсировали. Вот в частности, Даша выступила продюсеркой этого фильма. Даша, правосочтительница из Калининграда, она никогда ничего не продюсировала. И для нее вот эта работа, я имею ввиду не продюсировала кино, ты, конечно, очень много всего в жизни спродюсировала и спродюсируешь, но кино, журналистика, это немножко совершенно другая область твоих интересов. И Даша справилась прекрасно, нашла всех героин. И мне кажется, у нас получилась очень интересная, важная работа. Для меня она очень важна еще и потому, что я сама сталкивалась с домашним насилием. Восемь лет я прожила в очень тяжелых отношениях. Второй раз в жизни, я об этом говорю. Но мне уже не так стыдно, когда я признавалась в этом в первый раз, потому что у страдавших о домашнем насилии очень такая серьезная травма в плане признания и сказать, что да, я пострадала о домашнем насилии. У нас до сих пор в обществе стыдно признаться, что ты пострадала, хотя стыдно быть насильником. И я бы хотела, чтобы вы это знали. И вот. В общем, я чрезвычайно рада, что мы пришли, что мы наконец-то смотрим наше кино, потому что оно должно было быть опубликовано в марте этого года. Но в феврале этого года началась катастрофа, и мы не смогли его показать. Должна была выйти ваша работа в новой, на ютуб-канале новой. Сейчас уже и новой практически нет, и новая. Сказала Аня, прости, мы не можем опубликовать твое видео. И короче, мы идем на таких делах уже завтра или послезавтра. А сегодня мы смотрим. И я чрезвычайно сейчас... Простите за долгую речь. Отличная речь, по-моему. Я всего лишь... Аня уже все, в принципе, сказала, но я всего лишь хочу добавить от тебя, что мне было очень легко, на самом деле, продюсировать съемки, потому что все наши прекрасные героини, они очень легко откликнулись на нашу просьбу, они нас спустили к себе на рабочие места, и нам доверились. И большое спасибо вам за это доверие. Мы надеемся, что мы его оправдали. Трогательный момент, правда, очень. Получился трогательный фильм, но самое главное, что нам хотелось... Небольшой спойлер. Нам хотелось сказать, что выход из насилия есть. И мы, на самом деле, кто потерпевший, да, мне тоже были случаи эмоционального насилия в личную историю, но мы там не жертвы, мы люди, которые, в общем-то, через это прошли, через этот опыт, и прекрасно справились. И выход из насилия есть, и, мне кажется, для коллективного тоже, можно коллективно так сказать, что у нас есть выход из этого круга, и, в общем-то, мы с этим можем справиться, если приложим усилия. А вы уже приложили, потому что сюда пришли. Спасибо вам большое. Начнем смотреть. Здравствуйте, Вечни. Я из Нижнего. Из Нижнего Новгорода. Да, я была в кризисном центре. И сейчас, смотря назад, то, что я прошла со своими детьми, меня у меня их трое, я скажу одну вещь, что не убивают, делают сильнее. И хорошо, что нашелся человек в моей жизни, который мне сказал про кризисный центр. И то, что люди, которые, как я сказала на видео, были такими далекими, оказались самыми близкими. Потому что даже до сих пор я продолжаю общаться с юристом, с Еленой из фонда, из центра кризисного. И поддерживаю с ней общение. Потому что этот человек оказал для меня самую, наверное, большую поддержку. И я сейчас уже живу не с мамой. Я переехала, я сняла квартиру. Я работаю над собой. Мои дети все со мной. Хотя старший уходил к отцу. Он вернулся, я устроила его в школу. То есть все дети в родилах. Я занимаюсь саморазвитием. И то, как раньше, я не хочу. И я думаю, что многие женщины, посмотрев это видео, этот фильм, должны тоже, наверное, принять для себя решение, что так жить не надо. Не надо допускать в своей жизни таких ошибок. Жизнь одна, и ты у себя одна. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства жизненные, нельзя допускать в себе быть в позиции жертвы. И однажды я поняла эту позицию, что я не жертва, и пошла вперед. И сейчас я счастлива, что надо мной нет давления, нет гнета, нет человека, который бы мне сказал гадости или избил бы меня. Поэтому я очень благодарна за такой фонд, за такие центры, которые вы, 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 наверное, все, многие здесь, открываете. Это огромный шут, огромный вклад. Это правда. Это правда. Это правда. Меня зовут Людмила. 4 года назад я тоже столкнулась с такой ситуацией. Я благодарю, конечно, такие центры вообще за то, что вы освещаете эту проблему, она правда проблему даже. Ну, грубо говоря, я, я уже взрослая, зрелая личность. Когда столкнулась с ней, я вообще не понимала, что есть вообще выход как-то из этой ситуации, потому что это вопрос жизни и смерти. меня спасли. Я вас всех благодарю, потому что вы, ну, каждый, вот, вы даже здесь собравшиеся, вы все равно вносите свою лекту. Я думаю, что все мы вместе, сила, вот, как говорят, пеник там не сломить, а по грудь нас преломаешь. Спасибо вам всем. Спасибо, конечно, нашему центру. Ну, я здесь, я сейчас, я жива. благодаря вам всем. Спасибо большое. У меня было много мыслей и ожиданий, что же я увижу на экране. Я внесла маленький вклад в этот фильм. То, что я сейчас увидела, превзошло все мои ожидания. Анна, Дарья, это вообще, это очень круто. теперь его нужно растиражировать так, чтобы каждая первая женщина видела этот фильм. Это прям огромная работа. И вроде бы я в ней уже 10 лет, но сегодня я ее как-то по-другому опять увидела. Ну, в общем, у меня много сейчас эмоции таких. Татьяна, что-либо скажете несколько слов? Нет, я хочу сказать, что в мае этого года Минюз Российской Федерации внес территориальную общественную организацию «Женский голос» в список иноагентов, а чуть позже мэрия Томска забрала здание, которое дало безвоследственное пользование фондшелдера. сейчас в миллионной Томской области нет никакого убежища. И, Татьяна, расскажите, как вы сейчас были ликвидировать организацию, вы идете вперед и поделитесь. Спасибо. Меня слышно, да? Да. События развиваются очень быстро, действительно, что вот 28 апреля мы позвонили, 28 апреля моя же коллега позвонила, сказала, что нас внесли. мы закрыли организацию, потому что в нашем городе с этим статусом работать было сложно. И мне так все сказали, представители власти, что вам работать не надо. Что делать дальше? Мы размышляем. У меня есть несколько вариантов, как можно наладить работу, чтобы было какое-то убежище или квартира, или собирать деньги на дом. Ну, много, есть несколько. Главное, чтобы хватило сил, потому что очень много сейчас зашло сил на то, чтобы ну, просто сохранить силы. Я продолжаю в теме и с контакчем со своими клиентами, но кроме того и работаю в всероссийском телефоне доверия. Вот мы консультанты как раз первый этап принимаем, потому что, как правильно, женщины сначала куда-то звонят, им сложно признаться в той проблеме, которую они переживают. Но я хочу сказать еще о фильме. Тоже большой вклад. Вот в те последние слова, тот мотив, который прозвучал в фильме, что надо заниматься профилактикой, вот как раз ваш фильм на это направлен. И спасибо вам, молодым, что вы пришли, что вас волнует эта тема, потому что потому что надо этим заниматься. Спасибо большое. Мне кажется, действительно, все получилось. И какой-то очень теплый фильм, и мы знаем, что очень редко с такой стороны, тем более, через призму кризисных центров, потому что мы как раз в рамках своего питерского кризисного центра тоже часто говорим о том, что здорово, что подсвечивают клиентов, но важно подсвечивать и работу тех организаций, которые помогают, потому что иначе становится совсем страшно. Прошел почти год после съемки, наверное, самое замечательное это то, что мы и наш центр в том числе сохранились, мы продолжаем работать, потому что сейчас год это очень много, у нас у всех очень короткий горизонт планирования, поэтому мы остаемся, мы остаемся помогать, надеюсь, что это будет идти дальше. Еще раз у нас есть для вас маленькие подарочки, пожалуйста, Даша, чтобы мы улыбнулись и были счастливы. Спасибо. Спасибо вам большое. Присаживайтесь, у нас сейчас начинается дискуссия, мы поговорим про то, как связаны домашние насилия и милитаризм. А кто вообще должен отвечать по вашему мнению, по вашему предоставлению за создание и под создание организация, поддержка и вообще работу шелфера? Кто должен за это отвечать по вашему мнению? Так, пожалуйста, вынимайте руки, я вам дам нефотом. вы все уже фильмы смотрели, все уже немножко разознались, но вы уже без лебрафона. Да, в идеале мы платим наши налоги, чтобы государство организовало шелфер. Я в корне с него не согласен со штангом. Я считаю, что это полностью ответственность гражданского общества. И государство просто физически если оно будет организовывать, оно будет делать это в той системе, которая имеет место сейчас. Я просто, когда фильм смотрел, я обратил внимание, сколько среди центров помощи иностранных агентов. На мой взгляд, это вот такая планомерная борьба с теми организациями, которые помогают. это мое мнение. Мы понимаем, что иноагент это сегодня формат цензуры. Возможность заткнуть любую организацию, так или иначе, отобрать у нее здание, потому что я считаю, что это не первая жесть. Это далеко не первая организация, в которой здание отбирают, на самом деле реал, который точно так же сделали в Москве. И если государство будет заниматься системой, то оно будет заниматься той лойки, которая имеет место. государство не подчиняется. Безусловно, управление при этом никто не исключает что еще никого должен заниматься. То есть если у сгруппирования нет ресурсов, то необходимо выделять соответствующие гранты. Кто должен выделять, кто все должны выделять. Кто выделяет, кто выделяет. Спасибо. Так, вы можете реализовать еще вопрос, а вы пожалуйста. Можно я паренью? Я вам походила сказать, вы правильно сказали, что это не высловно не задачи местного управления. Потому что все происходит на земле. Так в Германии дома для женщин они квалитетом подчиняются. Но 131 закон у нас есть в управлении, которое всю социальную сферу передало. Нет, мы должны. 131 закон надо переписывать. Германия сфера Когда мы приходим к вашему теме, давайте вам предположить, каким образом создается атмосфера насилия семьи в обществе. Какие еще факторы, что может провоцировать насилие семьи? А я придерживаюсь своей точки зрения то, что это, условно говоря, отсутствие наказания. Нет, отсутствие неотвратимости наказания. То есть мы можем уводить это в сторону отсутствия законодательства, так как то, что у нас это законодательство неурегулировано и так далее. Но я уверен, что даже тогда, когда будет принято именно не если будет принять, а когда будет принять законодательство, у нас еще 5 уйдет вартош, чтобы эти нормы начали работать. Потому что у нас даже полиция, когда задерживают правонарушителей преступников, привыкли к каким-то определенным инструментариям пользоваться, и какого-нибудь вура они задерживают за наркотиками. то же самое и здесь. Ну, будет закон, будет норма в Уголовном Кодексе, но это не значит, что они будут пользоваться во-первых, сразу, во-вторых, будет пользоваться праведным, и в-третьих, то, что у нас практически из каждого закона всегда есть исключение на практике то, что если норма есть, это не значит, что она будет применена к абсолютным всем случаям этих правонарушений или преступлений. То есть всегда можно от этого как-то уйти, либо найти возможность. Спасибо. Вопрос интересный, да? Как будто можно говорить про наказание, а можно про момент осветания? можно говорить от самого начала про момент воспитания. Если про атмосферу насилия в обществе и семье, то это воспитание должно начинаться с семьи, с детей. Я скажу, как вам 5 детей. Мои дети видели домашнее насилие, и сейчас я им это категорически говорю, нет, мы так больше не поступаем. потому что моему старшему сыну через 3 дня 16, и у него есть речи давления на среднего сына, мы так в семье не общаемся, мы договариваемся. Тогда я вижу, что здесь надо начинать и то, чтобы с полутора лет, а еще раньше. Поэтому только так, возможно изменить ситуацию. мальчикам говорят, ты мальчик, что ты плачешь, когда три стопыли? Ты что, как девчонка себя грешь, две девочки? Ну, стопу, ну терпи. Ну терпи. Отсюда начинается, потом так же мусор там, сорок за сходу, об этом не принято говорить. Поэтому я думаю, что стоит начинать с себя, с семьи, с детей. Спасибо. Я тоже хотела поддержать предыдущие высказывания и сказать о том, что все начинается с нас, потому что вся эта руководь, насилие, которое продолжается передается этой дисфункции из поколения в поколение, чаще всего происходит из-за того, что люди могут преодолеть собственное отрицание по поводу насилия, которое происходит над ними, насилие, которое они видят, которое они переживают, потому что у нас вообще стыдно находиться в положении жертвы. То есть ты никогда не находишься в положении жертвы, ты сильный человек, который что-то преодолевает, и разглядеть вот эту вот собственную жертвенность зачастую становится очень трудно. И все пытаются создавать образ такого сильного человека и не могут признать, что ему нужна помощь, не могут за эту помощь обратиться, не могут эту помощь принять. Есть такое чудесное 12-шаковое сообщество, называется взрослые дети алкоголиков из эмоциональных семей, которые помогают эту проблему возглядеть, убедить ее и преодолеть собственное отрицание, вначале двигаться к другой жизни. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «ТО, что должен быть сильным» «Нет, стыд быть жертвой». Обычно у нас в обществе идет жертва сама ненавадо, что с ней происходит в России. Очень часто такие случаи не бывают. и это опять-таки тоже идет из токсичной мускулилисти на самом деле. По сути, многое все пройдется именно в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как говорит русская пословица «Спасение утопающим, делаем самим утопающим», «Правомателия капитан». Опять же, из фильма мы увидели, что они пытались обратиться к родственникам, к друзьям, а им ответ говорили «Ну, слушай, это твоя семья, ты разберешься». Нет, на самом деле, не всегда получается разобраться, особенно если человек на углу, он не видит любых выходов, он опять же не знает, о существовании каких-то тюрьмного доверия в бизнесных центрах и так далее, это, к сожалению, недостаточно подсвечивается, в том числе из-за того, что государство пытается это как-то задавить, потому что это домашнее насилие и предназначение, особенно когда вытаживаете традиционные ценности. И, конечно, тут такой еще этический вопрос, насколько мы имеем право влезать в чужую вечную жизнь и в чужие семьи, но, мне кажется, иногда ничего делать стоит, когда мы видим, что человеку угрозит опасность. и все равно Я скажу так, наверное, что самое главное это проблема отсутствия этической дискуссии в обществе, которая говорила нам о изменении отношения Вообще не важно, в семье, в коллективе, в обществе в целом, в обществе государстве, в дискуссии о том, что игра должна быть не на подавление или другого, а на верминт, на поиск какого-то общего плава. Это, к сожалению, такая система взаимоотношений всех со всеми. Это такая ткань, которую ты не можешь пощупать. Это не то, что вот это в семье, или это в воспитании, это в школе, или это там, не знаю, в полиции. Это пронизывает как бы некая такая вот основа этическая, которая у нас пронизывает все общество, к сожалению. И по большому счету то, что произошло сейчас, да, у нас с государством, это как бы некое следствие такого отношения. Потому что общество начало меняться. Общество появилось шелтеры, появилась вообще эта дискуссия, появилась вообще этот разговор о том, что насилие, это не способ взаимосуществования в обществе. А государства у нас устроены, я видел, у нас устроены так, что они устроены вот на системе подавления. И какие-то договоры, сговоры. Ну даже вот построить нельзя. Точечная застройка, да, казалось бы, где есть точечная застройка, а где домашнее насилие. Это две вещи обязательно связанные. Потому что точечная застройка – это насилие над местным сообществом, которое никто не спрашивает, никто не с ними договаривается. Например, для этого какой-то агентатив. Вот, окей, мы надо построить здесь дом, ну давайте, мы тогда нам заодно построим здесь еще спартирный комплекс. Ну давайте договоримся. Ну или давайте мы не будем ничего строить, ничто-нибудь другое будет. Да, или шелтеры мы можем построить, да. Соответственно, это первое. Но, на мой взгляд, это все еще лучше. Да, вот это вот отсутствие этики договора в обществе, она кроется в отсутствие осмысленности жизни каждого отдельного человека. Истерика, которую мы сейчас наблюдаем, замешанное на насилие. Для насилия всегда привыкнут. Производная – это истерика. А истерика – это производная от того, что у человека нет смысла жизни. Человек, который в чем-то дарит, влечен, он как бы хочет что-то делать в жизни, он никогда не будет видеть другого человека, потому что ему это зачем. А когда человек присилен, не виден, он не знает на себя проявить, он винить все в окружающем мире, потому что он несчастлив. Поэтому начинает драться или строить. Точно застроить. Еще раз. Мы потихоньку попираемся к зоярной теме, к милитаризму. И пока мы коллективно обсуждали предыдущий вопрос, мы задумывались о том, что, безусловно, война влияет на воспроизводство насилия в обществе. То есть мы получаем огромное количество людей, которые травмированы, которые научились жить в атмосфере насилия. И в связи с тем, у нас появился вопрос, как вообще помочь человеку с военной гроши интегрироваться в семью? Практически, я не знаю, как и другие города, но есть вот эти центры, где идет реабилитация участников в горячих точках. У нас, например, в Томске есть аурганские центры. И там, вроде как бы, какая-то предполагается реабилитация. Но я не знаю, насколько это действительно процесс такой отлаженный и хороший. Ну вот буквально, когда я летела в самолете, я уже в властях прочитала, что у нас губернатор, ну, который штаб, конечно, возглавляет, там какой-то, который следит за всем, что происходит. Они приняли решение, вот, о показательной помощи уже участникам этой спецоперации. Вот мы, например, тоже там уже об этом стали задумываться, и как помогать семьям, потому что, говорю, мы пока не хотим кормить. А вот как помочь тем семьям, которые остались одни, порой очень растерянные. Кстати, я с несколькими женщинами общалась, они, к моему удивлению, ничего не знали. Что им там 40 лет? Идите, что их? Мобилизованный муж, я вам что-то положено. Ну, вопрос поставлен очень правильный, я застраховываю, а что будет, когда это будет? То есть мы опять же, как я согласна с вами, гражданское общество должно быть. Думать так. Я бы сказал, что тут надо начать, наверное, с честности. Просто дело в том, что сейчас войны нет. есть официальный войной операции. То есть я имею в виду, что официально у нас сверху, не то что они их заставляют говорить, они искренне верят, что нет никакого этого. Соответственно, как бы вот те люди, которые выезжают на войну, они, получается, пропадают или попадают в какое-то виртуальное пространство. То есть кто-кто они настоящие. И это примерно то же самое, как было с Афганистаном. Афганистан тоже темой войной. А, это был интернациональный долг, они есть и его выполняют. И очень многие приходили потом, я не знаю, часто, как бы я в моем действиях не участвовал, эти люди возвращаются, и у них ужасно. Это был вопрос, во-первых, очень обширной психологической помощи. То есть тут по-любому должно подключаться государство. Государство должно сделать одну очень важную вещь, честно, признать войну, войной, чтобы у этих людей было какое-то, я не знаю, ощущение того, что они делают что-то. Я не говорю сейчас об этических особенностях. У нас есть люди, которых мы обослали. Сильный, промыт мозги, там еще как-то. Кто-то там действительно макробольно, кто-то считает, что это не долг. Но в любом случае эти люди вернутся когда-то, в каком-то количестве. И им государство должно будет... Ну, у нас есть ветераны, а вы не знали. Их не так много. Много там есть. И точно так же будут ветераны украинской войны. Если государство вдруг не решит еще его взять и забыть. не завтра. Да? То есть... Я не буду на все остальные, но... Пускай, чтобы оставить остальные, почему-то подновить. Ну вот, я в первую начинку с честности. В августе, есть в августе, он знает, как регулировать людей с военным в прошлом общество и семью. Я прочитаю. Военнослужащих, получивших ранения во время вывода действий на Украине, трудостроят в школах в Бурятии, заявил главарь Суковский. По его словам, для этого в образовательных учреждениях идут дополнительные ставки преподавателей начальных военных полков. Я считаю, что эти люди, которые сейчас там воюют, они тоже жертвуют. И к ним надо относиться тоже к объективному военному. Это происходит натурально. Эти люди, они пошли, но есть такие, которые пошли осознанно, понимая что и как, но 90% этих людей вообще ничего не понимают и они являются жертвами. Жертвами богатой, жертвами просто любого насилия, жертвами общественных отношений. Они, конечно, взрослые люди будут говорить, взрослые мужики, что они не понимают. Но они не понимают того, что у нас инвентализация, политическое общество очень высоко было. И поэтому, если мы признаем этих людей жертвами, то мы будем к другому этому относиться. Не в обвинительном тоне, а в сочувствии. А сочувствия, конечно, нужно к этому относиться сочувствием. А мне кажется, можно. Как сейчас тоже началась история с матерями, которые уступают за этих детей. Они уступают по многому, для многих странно. Ну, там они говорят, ну, вот. Ну, то есть, какие-то речи, ну, только такие, которые скучают людей, делать во льто. Но, тем не менее, их надо поддерживать. Вот мы на движении «Мерклассива», мы их поддерживаем. И завтра заявление наше «Поеку» выпустим. Потому что эти женщины, они же ничего вообще не понимали, не знали, не знают, как они понимают. Они не забывают на себя виду. Политики российской, прямо на наших глазах. Я вчера смотрела, просто. Ну, как люди, вот, природы, «Ой, оказывается, у нас репрессии, люди поживают правду». «Ой, оказывается, у нас законы не работают, а вы-то думали, что работают». «Ой, оказывается, что у нас там, не знаю, ну, это». Ну, и нас обманывают чиновники. А у нас Владимир Иванович Путин будет одно делать и другое. Какое-то странное. Нет, мы никогда не видим. Вот они пытались в глаза как-то поддержать. Потому что странно они с этим не померят, надо понимать, как жалость. «Ой, оказывается, у нас есть специальные авокады, на которых вы можете сканировать QR-код и перейти на пожертвования для шокеров, про которые сейчас были сняли». Мой муж – ветеран Афганистана. У него есть ПТСР, и ему трудно, ну, трудно самому, и с ним трудно. Но я знаю, в чем он нуждается. поддержки, сопереживаний и моей любви. И, мне кажется, это помогло ему вернуться, в общем-то, к жизни. Хотя тема совершенно в нашей семье закрытая, за семьей увлечательной. О его пребывании там, хотя в его сундучке лежит куча медалей, и я знаю об этом сундучке, но он мне его еще никогда не открывал. Но к психотерапевту он никогда не пойдет. Это точно. Потому что, ну, не знаю, в силу чего, хотя очень рад, что его жена психолог и считает меня хорошим психологом, но все равно к нашему брату не пойдет. Поэтому я за сопереживание. одновременно Одним из действий может быть широкое информирование о том, что вот, да, они такие люди, они могут вести себя так, так, и мы должны понимать, что это вот отсюда берется, а это отсюда, и можно реагировать вот так, можно поддержать вот так, когда есть эта информация для широких слоев общества. Так, и человек сам ее получает с какого-либо источника и соотносит ее с собой. Ага, вот что у меня происходит, потому что очень сложно понять вообще это, что ты испытываешь и почему-то даешь, что-то есть разница играть. И если человек будет понимать, да, вот там, вот там, в газете, наушевую, не наушевую, смотреть, что с вами может происходить. Если человек будет читать, то есть он понимает, что здесь будет РПТВ, программы, подписываться, подкасты, начинаться, распространяться, соответственно, и окружение, и люди с, с вами, с вами, лучше понимать, что с вами происходит и будут понимать, что с этим можно делать. Чем больше людей будут знать об этом, чем жили будет эти дискуссии, тем более нормализованными и тогда возможное течение времени больше людей могут есть. Обратим для этой помощи. Когда это будет нормально, тем не менее, окей, мы уже поняли, что каждый второй у нас немножко того, вот здесь сидит в школе, здесь горячая линия, ну, может я и позвоню, может я поделюсь, а вот тогда, почему мой такой странный и те, и те близкие люди, которые тоже испытывают потребность в, они что, им тоже нужна помощь? Да, тоже могут за ней обратиться, если, а вот будет, широко известная, это будет какая-то системная помощь, достойная. Мне кажется, это важная штука. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Да, следующий, следующий вопрос. Спасибо большое, Сергей Ильич. Илья было много о том, как церковь помогает жертвам домашнего насилия и в целом семье. Для меня, для многого, для него, мне было очень интересно это смотреть и узнать, что такое это в принципе существует. Поэтому я хотела задать, как казалось бы некоторые вещи могли бы нам помочь, женщины в принципе. Вот. Если у вас возникнет вопрос, что такое, я имею в виду просто самое базовое представление христианской морали. Это вот все, что, мне кажется, очень интегрировано на живу, что будет понимать, окей. Спасибо. Я из великой организации. Я лично. человек, который попал в жертву, который пошел в рекреационный центр, в женско-кризисный центр, чтобы мне помогли. Я пришла в центр, и просила помощь. Я не раз просила помощь, не два, просила помощь, не три. Я кричала на помощь. И когда у меня вылетел целый стеллаж горшков цветочек цветами, я ему позвонила и сказала, помогите, в центр. Никто не приехал, но у меня возникли три вопроса. Вот лично. У меня человек, который десять лет ходил в центр. И тесно вел там жизнь, свершенную жизнь. Но у меня нет однозначного момента. Потому что не все реликвозные организации занимаются помощью такого характера. Да, я знаю православные церкви помогают непосредственно женским центрам. Там какой-то фунт при церкви. Где-то там папишка приезжала. Но про другие организации касаемо именно таких моментов, я не могу рассказать ничего хорошего. Не все организации занимаются по-чего? У ботанической церкви. Где сядет? У ботанической церкви есть кремльют Кариф. Это в России? В Карифе есть в Новосибирске. Вы туда своих клиентов отправляли. Это только в Новосибирске. В Новосибирске есть во все мире. А кто-то знает о них, только Вас? Не знаю. Я первый раз слышу. Я сказала, когда мне оказали помощь, я первый раз слышала, что бывают официальные. Спасибо. И церковь это же тоже институты, да? Например, у нас они неоднозначные. Потому что многие отдельные люди, которые священниками являются, допустим, православная церковь, они понимают этот вопрос и готовы нам помогать, и, по крайней мере, морально помогали. Вот есть у нас такой священник, отец Николаев, возглавляет социальное служение, очень толерантный человек, готовы помогать. Но все с разрешения вышестоящего руководства. Ну, а вот лично нашему приводу помогали представители протестантских церквей. Они как-то более свободны, что ли. Просто приходили к женщинам, приносили подарки, приглашали на свои праздники. То есть, понимали вопросов с теми России. Какое-то некое опекунство брали над отдельными нашими клиентками, совершенно никак они не делали вступить в их общину и прочее. Просто чисто человеческое, конечно, огроменное таким большим духовным служением, они занимаются. Здесь очень важно что это те же институты, что у них тоже все расчислено, что можно, что нельзя. Мы даже его тоталитарно вычислить. Мне кажется, что очень очень много внимания ждет семье, но сейчас это благодаря государству, это воспринимается процент и поддержка семьи, которая существует, как борьба со всеми другими семьями, другими обществами. А если бы как раз религия церкви концентрировалась на том, чтобы помогать семьям, чтобы объяснять им, как сохранить семью, как обеспечить ценность этого института отношений, то мне кажется, что это могло значительно повлиять, поскольку церковь, изменение общество, для этого нужны другие очень опасности людей. Мне кажется, церковь действительно может помогать министром России, потому что опять же нравилось помогать ближнему, друге и так далее прописано очень давно. Это основа основ. Но сейчас наша церковь православная концентрируется не на помоги ближнему, а на жертвенности. Ты жертва, ты хороший, ты иди вбивать, потому что это хорошо, ты принесешь победу государству и как-то чего-то и также женщины при церкви ты должна поддерживать вот эту семью ради детей, ради чего-то. Ты не должна думать о себе, думать о качестве. Так что мне кажется, нужно начать с мне кажется, это будет репормирует, чтобы репормирует и тогда она сконцентрируется в репормирует и оттуда уже может пойти помочь. действительно. Это был наш последний вопрос. Это был кинопоказ. Спасибо большое, что пришли, очень часто участвовать в этом событии. Там находится стол, где можно взять открыт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.